Задача становится сильно более интересной, если мы начинаем изучать величину дефекта в некотором дополнительном предположении. То есть рассматриваем не мало какую центрировку, а центрировку, которая обладает некоторым дополнительным свойством. В геометрии чисел, а это сочетание слов я упомянул в самом начале лекции, важны не только решетки. Важно, как эти решетки взаимодействуют с некоторыми множествами в пространстве. Давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Разобрать, что дефект в принципе в любой размерности может принимать какое угодно значение, и как это добиться тоже понятно. Это как раз все просто. Вот мне хочется сделать задачу более сложной. Смотрите, вот вернемся к плоскости. Давайте считать, что мы живем на обычной плоскости. Упадем, так сказать, с небес на землю. Все, мы находимся на обычной полумерной плоскости. Давайте рассмотрим на плоскости какое-то множество точек. Вот фигуру, фигуру. Ну, я рассмотрю такую фигу. Мне она нравится. Вот такую фигуру. Так, эту фигуру я не буду спрашивать у вас, как она называется. Хотя тут всегда бывают разночтения. Некоторые говорят ромб, некоторые говорят квадрат. Ну, конечно, любой квадрат является ромбом, но в данном случае это, безусловно, даже квадрат. Квадрат пообранный вот таким образом. То есть это точка 1, 0, это точка минус 1, 0, это точка, значит, 0, 1, и это точка 0, минус 1. Вот такое вот множество, естественно, является квадратиком. На плоскости мы его целиком рассматриваем со всем мясом и со всей границей. Со всем мясом и со всей шкурой. Да, шкура тоже входит. Шкура тоже входит. Так, это называется квадрат. Теперь будем рассматривать только центрировки, которые, как говорят, ну так говорят, просто красиво, допустимы относительно этого квадрата. Сейчас скажу, которые допустимы. Относительно этого квадрата. То есть, такие, что внутри этого квадрата, кроме тривиальных точек центрировки, ничего не попадают. То есть, вы не внутрь, а просто в этот квадрат, на границу тоже. То есть, в этот квадрат не попадает иных точек центрировки, кроме тривиальных, кроме вершин и начала координат. координат. И начало координат. Ну, понятно, что если мы центрируем целочистную решетку на плоскости, то в любой центрировке, конечно, эти четыре точки, а также вот эта точка ноль присутствуют. Ну, потому что в любой центрировке присутствуют все целые точки по определению. Значит, эти, конечно, присутствуют, тут деваться не надо. Но вот я говорю, что центрировка допустима, допустима относительно этого квадрата, если кроме этих очевидных точек, никаких точек ни внутренних, ни на границе нет. А теперь гениальный совершенно вопрос, товарищи. А вообще бывают такие центрировки? Может, я пустое множество рассмотрю? Если бывают, приведите пример. Поднимите руку, конечно, приведите пример. Допустимые центрировки. А если не бывают, ну, давайте так, кто считает, что не бывает таких центрировок? Поднимите руку. Так, есть несколько человек. Так, нас стало больше. Ну, вы правы. На самом деле я сказал какую-то глупость в каком-то смысле. Действительно, таких центрировок-то не бывает. Потому что, помните, у нас была центрировка одна-вторая-вторая. Но она попадает на границу, на шторм. Любая другая центрировка, либо у нее вектор уже сидит внутри, и все. Либо он сидит где-то вот здесь. Но если он сидит где-то вот здесь, то есть и где-то вот тут вот вектор. После вычитания из него вектор один-один, он куда-то сюда выходит. То есть таких не бывает. Я рассмотрел глупость какую-то, пустое множество. Чепуха выходит. Да, но, с другой стороны, если даже поверить, что это осмысленно, хотя это очень странно рассматривать, пустое множество, то скажите, а чему может равняться дефект, внимание, товарищи? Нет. Это я сказал еще большую глупость. Бывают центрировки, которые обладают этим свойством. Это центрировки, в которых вектор А целочистен. Это дурацкие центрировки. Конечно, если вы возьмете в качестве А вектора из-за 2, то есть ничего нового не прибавите, то, естественно, получится центрировка, которая допустима относительно этого квадратика. То есть это не пустое множество. В нем есть тривиальные центрировки. Поняли, да? Так. Так вот. Для таких центрировок дефект может равняться только нулю. Вот нулю все-таки может равняться. Это вот когда мы добавляем один единственный целочисленный вектор или несколько целочисленных векторов, как хотите. Но нулю дефект может равняться. Но ни единице, ни двойке он равняться не может. Потому что ни два мы добавим хоть что-нибудь, ни тривиальное, и все, допустимость пропадет. Это мы как раз и объясним. А давайте попробуем обобщить этот квадратик на трехмерный случай. Как можно в координатах x и y задать этот квадратик какой-нибудь формулой? Может быть, кто-нибудь знает? x, y, 0. Значит, давайте я напишу вот такая вот формула. Множество точек с координатами x и y, у которых сумма модулей координат не превосходит единицы, это и есть тот квадратик. Подумайте над этим. Это и есть тот квадратик. Ну тогда понятно, как это обобщать на трехмерный случай. Давайте вот мы переходим к R3, мы переходим к размерности 3, и рассматриваем вот такую штуку. Модуль x плюс модуль y плюс модуль z не превосходит единицы. Как вы считаете? Друзья, вы вообще хорошо знаете геометр трехмерный? Не знаете, как называется такое тело в трехмерном пространстве? Октайна. Прекрасно. Отлично. Действительно так. Это называется октайна. Правильный октайна. Вот такая вот картинка. Вот здесь в основании тот самый квадратик, вот этот самый квадратик, вот здесь он в основании находится в общем. Сверху пирамида со стороной, ну какой, не единица, конечно, вот здесь вот точка с координатой минус один, там, ноль, ноль, скажем, а эта точка с координатами ноль, 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 ноль. Вот так вот. Вот здесь вот так. Это будет минус один, по остальным координатам ноль, а здесь ноль, 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 ноль. Да, вроде все в порядке. Ну вот такой вот октайна. Ну, если кто не знал, подумайте, почему это октайна. Это надо знать, конечно, полезно не очень. Вот, это называется октайна. Так, друзья, опять будем рассматривать только центрировки, которые допустимы уже относительно вот этого октайна. Давайте подумаем, а эти центрировки могут быть нетривиальны? Да, вот. Например, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Совершенно верно, да. Вот здесь уже пример с вектором 1, 2, 1, 2, 1, 2, который мы с вами рассматривали, он проходит, потому что, видите, сумма этих карт в знак по моду больше 1, 2. Если вы возьмете внимание, любую комбинацию вот этого вектора с целым коэффициентом и какого-нибудь целочисленного вектора, вы все равно внутри октайна никогда не попадете. Вы либо сюда вылетите, либо с противоположной стороны, либо тут, либо тут. Ну помните, какие точки там получаются? Кубики, да? И в центрах стоят 1, 2. Ясно, что эти точки никогда внутри нашего октайна не залезут. То есть, даже в случае, если мы рассматриваем только центрировки, допустимые относительно единичного октайна, все равно их дефекты уже могут равняться какому-то так единице во всяком случае. Ну давайте, дефект. В этом случае может быть и 0, это если мы тривиально центрируем, и единица, если мы центрируем вот так. Упражнение на том. Подумайте, почему больше нельзя сделать. Я утверждаю, что не существует центрировок, которые были бы допустимы относительно единичного октайна, и у которых дефект оказался бы равен 2. в размерности 3. Не получится. Такого уже не получится. То есть, максимальный дефект в размерности 3 в случае, когда мы считаем необходимым быть допустимыми относительно единичного октайна, вот этот максимальный дефект с отграреном к единице. Но это я не доказал. Это утверждение, которое вы подумаете и попробуете доказать дома. Хорошо? Ну это не очень просто. Попробуйте. Так. Так.